И в завершении выпуска. 29 октября отмечается День работников службы вне ведомственной охраны. Структурное подразделение Национальной гвардии России отмечает в этом году 65 лет со дня основания. В честь профессионального праздника наш телеканал подготовил сюжет о нелегкой работе тех, кто круглосуточно стоит на страже имущества граждан. Рабочий день сотрудников вне ведомственной охраны начинается с получения оружия. В комнату, где хранятся боеприпасы, вход строго по одному. Через маленькое окошко бойцам Росгвардии выдают необходимый инвентарь. Вооруженный и экипированный. Далее они проходят в класс служебной подготовки. Здесь получают инструктаж и информацию о совершенных преступлениях за последние сутки. Юго-восточный административный округ города Москвы. Кража автомобилей Mercedes GL500. Перед тем, как приступить к службе, проверка знаний законодательства и отработка действий при задержании преступника. И только после этого традиционное построение, во время которого экипажи получают приказ о заступлении на маршруты патрулирования. Принесение службы, соблюдать законность длительность, вежливое обращение с гражданами по машинам. А в это время в дежурной части уже кипит работа. Сюда поступает информация не только о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте, но и о преступлениях, совершаемых на улице. Несмотря на то, что вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии, сотрудники подразделения занимаются также охраной общественного порядка, пресечением административных правонарушений, а также обеспечением антитеррористической защищённости населения. За прошедший период 2017 года сотрудниками Люберецкого отдела вневедомственной охраны выявлено 473 преступления, а раскрыто 144. Собраны материалы, и все они доведены до суда, и люди по этим преступлениям осуждены. Нарядами групп задержания на территории Люберецкого района были задержаны несколько автомобилей, которые находились в угоне. Плюс у нас есть характерное задержание, когда были задержаны два автомобиля по горячим следам. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране и спокойствия имущества граждан от преступных посягательств заступает 9 патрульных групп задержания. По команде дежурного они немедленно отправляются на объект, в котором сработала сигнализация. На связи 8-8. Попустите, нам сейчас дозванивают. Запиши информацию. ООО-3, дом 15, квартира 22. Работает объём. А в это время в квартиру по указанному адресу проник преступник. Дождавшись, пока хозяин выйдет на прогулку с собакой, злоумышленник ворвался в жилое помещение. По прибытию на место экипаж вневедомственной охраны успел задержать квартирного вора. Стоять! Синяя! Руку вверх. Ладони на руку. Осуществить свой план мужчине так и не удалось. Помешала система сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны доставят злоумышленника в отдел полиции. А до этого они отчитываются в проделанной работе. Повенец 8-8. Квартиру осмотрели. Задержан гражданин по подозрению в преступлении. Оперативность и слаженность. Вот благодаря чему работникам службы удается успешно справляться со своей задачей. Всего под надежным крылом Люберецкого отдела вневедомственной охраны находится порядка 2000 объектов и более 5,5 тысяч квартир. Структурное подразделение Росгвардии приглашает свою команду молодых людей, отслуживших в рядах Вооруженных сил России. В настоящее время в отделе работает 271 человек. Из них 190 – аттестованные специалисты, а остальные – вольно-наемные сотрудники. Луиза Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.